Всем привет дорогие друзья! Если вы заглянули на мой канал, значит вам интересно узнать больше о жизни в Греции. Сегодняшний видеоролик мы сделаем такой нестандартный, потому что мы будем сегодня снимать интервью, если это так можно сказать. Мы будем сегодня делать татуировку у тату-мастера, который приехал из России и на данный момент проживает в городе Салоники. Учится здесь и строит свою карьеру в тату-сфере. Так что сегодняшний день, я думаю, будет интересно. Сейчас мы поспрашиваем, что, как здесь, что нравится, что не нравится, с чем столкнулись, какие проблемы, ну и тому подобное. Так что, друзья, с вас лайк, полетели смотреть видео. Друзья, всем привет! Ну, изначально давайте познакомимся. Героиню зовут Диана, она сейчас в работе, в процессе. И поэтому будем проводить видео в таком режиме. Голос будет за кадром, Диана нам будет отвечать на наши вопросы. По поводу татуировок, кстати. Город Салоники, я оставлю инстаграм ссылочку, подписывайтесь на Диану. Хороший мастер, вот. Можете сделать себе отличную татуировочку. Привет, Диана! Привет! Расскажи нам свои впечатления первые, когда ты приехала в Грецию. Чем она тебя поразила? Почему именно вы выбрали Грецию, страну? Первые впечатления были хорошие. Мы приехали сюда к тете, и первое время мы отдыхали, поэтому все было отлично. Мы ездили на море, мы купались, загорали. Море очень чистое, море удивило. Скажи, пожалуйста, с какого города вы? С Пятигорска. С Пятигорска, окей. Вот, значит, первое путешествие, вы приезжали сюда просто отдохнуть, правильно? Не, мы приехали с целью остаться, но первое время мы отдыхали у моей тети, в гостях, у нее жили, ездили на море, она живет недалеко от моря. Просто отдыхали. Ну, а как пришло именно, как вы пришли к тому, что вот это ваша страна, и хочется попробовать здесь остаться? Нет, страна зацепила. Мы всегда хотели жить в тепле, мы всегда хотели жить на море. Греция близко к нам, у нас тут есть родные люди, поэтому решили, что, да, всегда хотели попробовать жить за границей. Сколько вы уже здесь? Четыре месяца. Четыре месяца. Поскольку ты говорила, что ты сейчас обучаешься онлайн-уроки, курсы, можешь что-то рассказать за именно уроки, как ты поступила, как ты нашла именно эти курсы, и довольна ли ты им их? Я поступила, подала заявку в сентябре на курсы в институте Аристотеля. Курсы, можно говорить, да? Конечно. Курсы стоят 400, где-то 420 евро. 50 евро заявка стоит. Подала заявку в сентябре. В октябре начались занятия. Три раза в неделю онлайн по два с половиной часа. Ну, сейчас меня все устраивает. Мне нравится. Обучение интересное. Много нового узнаем. И достаточно такое эффективное и быстрое. Как ты думаешь, на каком уровне ты сейчас вот за это время знаешь греческий язык? Просто для чего спрашиваю? Потому что много задают вопросы. Трудный язык, нетрудный язык, как учиться? Язык трудный. Сразу же скажу. Язык очень трудный и очень много сложных грамматических правил. Сейчас я знаю на уровне А1. Получается, за время с октября по январь. К концу обучения мы должны дойти до уровня А2 точно. Окей. Скажи, значит, ты знаешь немножко английский, правильно? Он тебе помогает здесь в Греции? Потому что с английским языком тоже интересуется. Да, очень помогает. Я, в принципе, вначале даже в магазине разговаривала на английском. Тут все говорят свободно, нормально, поэтому очень помогает. А магазины это какие? Это супермаркеты, либо же торговые центры? Что это за? Другое. Везде говорят на английском. То есть ты не почувствовала никакой, как бы, ситуации какой-то неловкой, что тебя не понимают? Нет. Насчет языка вообще никогда не было неловкости. Все было всегда нормально. Малято. В данный момент ты хочешь продвигаться по тату-сфере. Что можешь сказать? Ты какие-то магазины здесь присматривала? Работы, мастеров каких-то других? Да, я присматривала. Очень много тут салонов. И надеюсь, когда получу документы, я смогу устроиться уже на акционе и туда работать. Стиль какой-то отличается, допустим, от России и вот европейский? Стиль? Да, везде одинаковые татуировки. Цены тут, конечно, на татуировке больше. А так, в принципе, все одинаково. Смотри, по поводу города Салоники. Как он тебе, с чем ассоциируется? Он тебе нравится или же нет? Что-то тебе не устраивает в нем? Город классный. Город интересный. Город живой, большой. Мне все нравится. Что не устраивает, это, наверное, грязь. Все-таки тут я даже не ожидала, что будет грязно. Грязно в твоем смысле? Что именно ты имеешь в виду? В прямом смысле, то есть загрязненно? Да. А что можешь сказать по поводу граффити? Меня тоже удивило это, что очень много граффити и за этим никто не следит. Да, очень много граффити. Если бы оно было красивое и как бы к месту, еще неплохо. Но просто написать там что-то плохое или расписаться, как бы не очень. То есть относишься ты к этому негативно? Негативно. Нужно вместе красивые граффити мне, конечно, очень нравится. Но когда в центре города на красивых дома расписываются, то, конечно, это не очень портит вид города. Скажи свои дальнейшие планы по поводу Европы, по поводу Греции. Кем ты себя здесь видишь? Вот у тебя есть такое представление какое-то? Да. Даже за эти 4 месяца, которые ты здесь пробыла? Ну, я хочу, во-первых, получить документы, чтобы все было официально, все было точно, устроиться на работу, в студию, чтобы была стабильность и работать. Возможно, буду учиться. Будешь поступать еще? Возможно, да. Ну, это так. Русскоговорящих много встретилось за этот период? Очень много. Очень много. То есть достаточно, можно так сказать, да? В магазинах, на улице встречаются. И в магазинах, и на улице, да. Везде можно услышать русскую речь. Транспортная развязка. Что можешь сказать вкратце? Удобно ли вот сравнить автобусы ваши здесь, здешние, которые вот? Автобусы удобные. В принципе, и ездят по расписанию, всегда их можно отследить. Очень редко бывают опоздания. Но мне кажется, автобусов мало на такой большой город. Все-таки хотелось бы, чтобы они ходили еще чаще. Потому что в час пик, ну, просто не зайти даже в автобус. У нас все хорошо, потому что у нас есть моя тетя. Она очень сильно помогает. Все, если что, объяснит. Везде поведет. Как бы намного легче из-за этого. Но с бумагами тут, конечно, тяжело. Нет никакой гарантии. Получишь ты бумагу, не получишь. Все очень долго. Ну, вот так вот. Сейчас, в данный момент, в пандемию, сталкиваетесь с какой-то трудностью по поводу прививок, там, пойти в магазин и тому подобное? Да, чтобы пойти в магазин, допустим, за одеждой, обязательно надо быть либо привитым, либо рапид-тест. Это очень затратно. Вот. Поэтому чувствуем такое неравенство между привитыми и непривитыми. Мы на секундочку прервались. Для того, чтобы сказать, досмотрите видео до конца, и тогда мы покажем Дианины работы. А мы продолжаем. Скажи, Диана, много ли друзей у тебя появилось за 4 месяца нахождения в Греции, а не русскоговорящие или греки же? Друзей нет. Немного появилось. И знакомиться сейчас сложно непривитым, потому что нет возможности выйти, как говорится, в люди, да, в кафе, там, в кино и так далее. Появилось только пока что два человека, две подруги и один русскоговорящий, да. Слушай, вот такой вопрос назрел. Как тебе вот греческий стиль, вот, мода? Что можешь сказать по этому поводу? Он тебя удивил? Ну, мне кажется, люди тут достаточно... Сейчас, как это сказать? Мне кажется, люди особо тут не парятся над тем, как они выглядят, что они надевают. Обычно одеваются, кто-то красиво, кто-то менее красиво, в принципе, как и везде, но по-современному. То есть это не диковинка, то, что будет какой-то в возрасте молодой человек идти, да, ну, уже там за 40, да, и у него будут там покрашенные волосы. То есть это не удивительно, а наоборот красиво. Это не удивительно, да, это свой стиль. Почему бы и нет? И таких здесь очень много, и не только, да, есть и с ушами делают эксперименты здесь. Ну, в принципе, как и везде, но просто здесь пальцами никто не тыкает и не обзывается, как бы, какого плана. Да, всем все равно, как ты выглядишь. Наоборот, скажут, что круто, да, молодец. Типа того, да. Ну, вот этим отличается Европа от нас, наверное. Америка, Европа. Слушай, Диана, скажи, пожалуйста, по поводу квартиры, вы быстро ее нашли? Да, достаточно быстро нашли, через знакомых. Какие-то были у вас именно предположения на квартиру, либо же какой-то район вы хотели определенный? Хотели ближе к центру, да, район. Удалось снять квартиры в таком районе. Сейчас, возвращаемся к одному вопросу, который уже был. Смотри, по поводу учебы онлайн, ты проходишь обучение, ты какой-то диплом получаешь, сертификат или что ты возьмешь на руки? Да, я получаю сертификат в знании языка на уровне А2. В дальнейшем он тебе как-то будет помогать по поводу продления документов или ты не в курсе? Я не в курсе, но при поступлении, да, сертификат надо прикладывать. То есть при поступлении куда-то уже на, как это сказать? На высшую. На высшее образование. И сдавать экзамен, если я не ошибаюсь, еще сдавать экзамен на знание языка. Ага, ну тоже такие мелочи, тоже надо знать. Цены на продукты отличаются? Цены очень похожи на российские продукты. Возможно, чуть выше овощи, фрукты. В Греции? Да. Да? Да. Да, хорошо. То есть цены, цены отличаются? Цены чуть-чуть отличаются, но супермайн... А по качеству? Выговариваете слово, потому что... По качеству что можешь сказать? По качеству мне очень нравится. Могу сказать, что полюбила тут лук в салате. Да. Серьезно? Раньше как-то не очень, но тут лук очень какой-то мягкий, прям вкусный. Прям вкусный. Да. И уксус мы стали тоже добавлять в салаты, тоже очень классный. Прям намного насыщеннее вкус салата становится. То есть чем-то, чем-то лучше все-таки греции, да? Да, уже применяли из их кухни, да, стали применять. И это уже нормально. Да. Ну что ж, Диан, давай такой вот напоследок вопросик тебе. Хотела бы ты здесь остаться, в этой стране, и что тебя здесь устраивает? Пока что устраивает, ну, почти все. Пока что очень многое нравится, но я еще точно не поняла, хочу ли я остаться как-то навсегда на всю жизнь. Еще сложно сказать, слишком мало времени прошло. Понятно. Ну, хорошо, спасибо тебе за наш интервью. Что ж, вот окончательная работа Дианы. Вот такая вот красота получилась.